Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Не прошло и недели, как WordPress презентовал версию 5.0, в которой блочный редактор Gutenberg уже вшит в сборку, и я решил посмотреть, что это. До официальных релизов я стараюсь программой не пользоваться. Бета, она и есть бета. Итак, мы обновились, добавляем записи, нас приветствуют в чудесном мире блоков. Посмотрим, насколько он чудесен. Это заголовок, то есть title и чистое поле внизу, которое мы сейчас наполним текстом. Как ни странно, ничего чудесного не происходит. Вы просто пишите какой-то текст, интер и пишите дальше. На самом деле чудо уже произошло, поскольку мы уже добавили два блока. Заголовок не считается. Блок по умолчанию — это параграф, текстовый блок. Каждый новый интер добавляет новый блок — параграф. А дальше вы уже можете с каждым параграфом что-то сделать. У него есть отдельные настройки, они появятся, если нажать левую кнопку мыши в любом месте блока. Достаточно стандартные, типа выравнивания, болт и так далее. Есть дополнительные настройки. И есть настройки расположения блока. Его можно передвинуть ниже, выше и так далее. Ну то есть поменять блоки местами. Теоретически тут есть drag and drop. Нужно, чтобы появилась вот такая синяя полоса, но это не всегда получается. Если вы, например, хотите добавить блок выше уже существующего, то нужно дождаться появления вот такого плюсика посередине рамки вокруг блока. Он бывает сверху и снизу. Нажав на верхний, вы добавляете блок над текущим. И тут нам предлагают выбрать, каким он будет. Про это чуть позже, а пока выберем, например, заголовок. Новый параграф. Ну и вставим, например, фото. Выбрать вид блока можно еще и нажав вот на этот плюсик во вновь заведенном блоке. Изображение. И просто перетаскиваем сюда фотку. Нет, не эту. Удалить блок можно либо в дополнительных настройках блока, вот здесь, либо выделив блок и нажав Delete. Вставим, например, эту. О, отлично. Это же я. Вот такая получается история. Можно менять уже существующие блоки. Обычный текст, например, можно переделать в цитату. Цитата имеет вот такое оформление. Только что-то тут один шрифт, там другой. Я сам, честно говоря, только знакомлюсь с Гутенбергом. Короче, лучше удалить и вставить заново. Гутенберг, кстати, изобретатель первого печатного станка. Но это, я думаю, все уже знают. С него началось книгопечатание и, соответственно, новая эра в истории человечества. Тем самым, разработчики показывают, на что, собственно, они замахнулись. Опять то же самое. А, это же цитата. То есть, вверху предполагается имя автора, судя по всему. А кто же у нас написал? А, Некрасов. Ну да. Предполагается, наверное, что вот так это должно быть. Теперь, что касается, собственно, блоков. Их тут много. Они разбиты по категориям. По умолчанию он открывает часто используемые. А так, тут куча всего. Я не буду рассказывать про все. Многое интуитивно понятно. Если непонятно, вставляйте, смотрите, что происходит. Вот, например, выдержка. Две горизонтальные линии, также фамилия и цитата. Причем, у каждого блока есть еще дополнительные настройки. Здесь, в правой панели. Они также индивидуальны для каждого блока. И еще тут есть такая штука очень полезная. Разделитель. Нет, это не то. Но тоже сейчас куда-нибудь всунем. Штука называется… А, интервал. Точно. Вот. Раньше разрыв между текстовыми или любыми другими блоками вы регулировали, просто нажимая интер. Один раз, два раза, иногда даже три раза. Регулировка была очень неточной. Теперь вы регулируете пустоты интервалом. Причем делается это достаточно точно. Ровно столько, сколько вам нужно. Ну и давайте еще под конец вставим какой-то составной блок. Там тоже есть о чем рассказать. Где же он? А, вот в элементах разметки. Медиа и текст. Закидываем сюда фотку, а здесь пишем какой-то текст. Формально это один блок, но он состоит из двух подблоков, и их можно редактировать независимо. Ну и, собственно, что мы видим? Все, кто работали в тильде и же с ней, уже поняли, что мы видим потенциально очень удобную штуку. Когда количество блоков и их варианты, то есть варианты оформления блоков начнут расти, а это точно случится, мы получим тильду внутри WordPress. А это круто. API открыт, уже пошли плагины к Gutenberg. Сейчас на данном этапе Gutenberg – это лучше, чем ничего, но еще не тильда. Более того, тут есть ряд недостатков, которые я пока не знаю, как устранить. Но, опять же, это первый взгляд. Возможно, сейчас я посижу, подумаю и найду, как решить проблему. Например, у многих в WordPress до установлены какие-то плагины. Если они появляются внизу страницы редактора, например, вот Yoast SEO, то редактирование статьи становится невозможным. Она уползает под плагин. Самый простой способ борьбы – отключить их отображение в настройках и включать, когда они вам понадобятся, уже после редактирования. Или заголовок. Раньше можно было редактировать URL при создании заголовка. Здесь такой функции нет. Поэтому, учитывая все вышесказанное, если вдруг Gutenberg вас очень сильно не устроит, просто установите плагин Classic Editor и работайте дальше в классическом редакторе. Ну что еще добавить? Если решить свой опрос с URL, то я буду пользоваться Gutenberg. Все любите друг друга. Помните, брюзжание по поводу всего нового свойственно старикам. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.